Всем доброго времени суток! Сегодня хотелось бы поговорить о пчелином яде. Приближается пора дач, огородов, шашлыков, выездов на природу, поэтому возможны пчелоужеления. Многие люди боятся жала пчел, считают, что это опасно, вредно. Сейчас я расскажу, что это немного не так. Во-первых, давайте поговорим о том, как избежать пчелоужеления, если вы их боитесь. Только у одного процента людей по статистике наблюдается аллергия на пчелиный яд. Остальные люди переносят пчелиный яд нормально вполне. Первое место, где можно получить жало от пчелы, это сама пасека. Чем ближе вы находитесь к ульям, тем больше шансов, что вы получите жало. Многое зависит от самой породы пчел. Есть пчелы агрессивные, есть вообще миролюбивые. Чем дальше вы будете находиться от пасеки, тем меньше шансов, что вы получите ужаление от пчелы. Пчела далеки от пасеки, собирает нектар и вы ей вообще мало интересны. Так же, как и есть миф, бытует в народе, что если намазать там руку какую-то часть тела медом или другую часть тела, более всем известную, не буду называть какую, то пчелы туда слетятся, вы получите кучу жал. На самом деле пчелы туда слетятся, чтобы набрать меда. На какой части тела находится мед, им без разницы и жалить его никакого смысла нет. Если бегать возле литков, возле самих ульев, то шанс получить жало намного больше. Вот я вытащил жало, пчелы меня только что ужалило. Если видно, посмотрите, как оно выглядит. Как вытащить жало правильно? Давайте проведем эксперимент. Вот я поймал пчелу, придавливаю ее, она меня жалит. Пока я эту всадил еще одного ужалило в нос. Вот жало торчит, как его вытащить правильно. Надо не вот так, видите, оно двигается, здесь мускулатура. Его надо вытягивать ногтем, сцарапывать просто. Не вот так брать за мешочек с ядом. Когда вы возьмете так за мешочек будете вытягивать, как все вытягивает, то вы вприснете весь яд, всю дозу себе под кожу. Когда вы просто ногтем его вот так выдвигаете, все. Доза минимальная. Что я хотел бы рассказать, это о пользе пчелиного яда. Не нужно его бояться, это очень полезное вещество. Мы можем поговорить более подробно в следующих роликах о составе пчелиного яда. Сразу могу сказать, что пчелиный яд повышает гемоглобин в крови. Кроме того, и стопроцентно подтверждено еще в советских лабораториях, что пчелиный яд имеет очень сильно обеззараживающее действие. Если развести пчелиный яд в пропорции 1 к 50 тысячам, даже эта микродоза полностью будет стерильной. Есть данные, что пчелиный яд уничтожает стафилококки и прочие бактерии, но они еще требуют более глобального изучения. Научно доказано, что пчелиный яд прекрасно помогает при заболеваниях суставов, при артритах, артрозах, а также радикулитах. В эпитерапии применяется лечение суставов пчелоужалениями. Так что, если вас ужалит одна пчела за лето, то радуйтесь. Вы получили капельку здоровья от природы. Возможно, начинающие пчеловоды не знают маленький секрет. Если при осмотре уля вы получили первое жало, в это место сразу возьмите, попшикайте дымом из дымаря. Это сразу приглушит запах феромона вот этого ядовитого. И сразу семья успокоится, не будет дальше вас атаковать. Так что, если у вас нет аллергии на пчелиный яд, радуйтесь, если у вас ужалит пчела. Вы получили заряд бодрости, заряд энергии, здоровья от природы. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Всем крепкого здоровья, удачи и хорошего дня!